МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал Самара ГИС совместно с ветеринарным центром Флагман Вет продолжают уникальный проект Зоопатруль. Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации, и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала вместе с ними выезжает и спасает четвероногих друзей. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 8 лет работы сотрудники центра Флагман Вет спасли сотни животных, сотни приютили. В этом выпуске мы расскажем о собаке очень непростой породы, тибетском мастифе, которая оказалась одна в квартире. Сотрудники ветеринарного центра пришли на помощь и разместили ее в приюте. Тибетский мастиф по кличке Ресси попала в реабилитационный центр у села Лопатина около двух месяцев назад. Ее история отличается от большинства живущих здесь собак. Совсем недавно Ресси была домашней, но ее хозяев арестовали. Их ждет суд. Ресси осталась запертой в съемной квартире. Пришел владелец квартиры и увидел, что в квартире сидит тибетский мастиф на балконе. Естественно, у него шок. Собака лает, он сгрызл там весь подоконник на балконе. Обратились к нам. Мы приехали, забрали девочку пятилетнюю, тибетского мастифа. Зовут ее Ресси. Слава богу, она, несмотря на свой страх и стресс, она пошла с нами, мы не применяли никакую седацию. Специалисты считают тибетских мастифов собаками одного хозяина. Это собака-охранник. Когда они попадают в беду, когда они оказываются брошенными, им очень сложно переключиться. И их адаптация действительно занимает большое количество времени. И более того, эти собаки опасные. Ресси стала привыкать к жизни в приюте. Спокойно гуляет с сотрудником флагман-вет Дмитрием Бескровных. К приезду нашей съемочной группы отнеслась доброжелательно. Я с собаками быстро нахожу язык. Довольно быстро погладил и выбил погулять. Но она сначала, она как бы просто гавкала, она не агрессивная, спокойная собака. Судя по поведению собаки, бывшие хозяева относились к Рессе хорошо. Может быть, ей мало внимания было, но обижали вряд ли, потому что нет у нее каких-то отрезков движений, нет у нее чего-то такого, как какой-то страха, прям в углы не забивается, не рычит, просто гавкает. Несколько дней назад Ресси нашла новую семью и дом. В реабилитационном центре работает служба пристроя животных. Ее сотрудники размещают фотографии и информацию о четвероногих питомцах. Откликнулась девушка, приехала, познакомилась с собакой. У нее большой опыт с такими собаками, так как Ресси необычная собака, она все-таки немалогабаритная, да. И у них стоялся достаточно позитивный контакт и приняли решение. Та семья, кто приезжала знакомиться, взять ее себе. Перед тем, как отдать животных, с новыми хозяевами подписывают контракт. Один из пунктов, если что-то пошло не так, вернуть собаку в реабилитационный центр. Мы отдаем по договору с контактами, обязательно прописываем такие условия, что если что-то не сложилось, ну всякое бывает, знаете, там у кого-то аллергия, у кого-то кто-то из членов семьи не нашел общий контакт с собакой, там, не знаю, другое животное не нашло контакт. То есть вариантов масса, и в том числе переезды бывают. В приюте у села Лопатина живут порядка 270 собак. Многие из них породистые. Некоторые люди заводят животных, а потом, поняв, что не справляются, просто избавляются от своих четвероногих друзей. Хаски. Очень много хасок. Это прям сквал. Люди потому что, как игрушки берут, красивая собака, а по сути о породе ничего не знают. Поэтому я вот людям советую изучать немножко породу сначала. Хотя бы на теории, а потом уже что-то, что-то уже кого-то приобретать. Ну, про любой собак, не только про хаски, а вообще про всех собак. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман Вет» по телефону 8-917-817-39-19. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы. Максимальный срок наказания